Книга открытым оком, тема Святая Библия, 2 том, вопрос 694. Возможно ли чтение Библии во время молитвы перед иконами по стихам, указанным в календаре? В церкви священник дает благословение на это. Отвечает Игнать Тихоныч Лапкин. Мне этот вопрос совершенно непонятен. Причем тут календарь священника иконы? Я люблю моего Бога, он любит меня. И прислал мне свое письмо. И я его читаю там, где никто не помешает. Это лично мне написанное письмо. Какая дополнительная торжественность может что-то прибавить к нашей взаимной любви? Это может придать только сухость официально с нашим отношением. Вы как хотите, надевайте на себя эти вериги, ризы, чтобы прочитать письмо от своего отца. Я же вскрываю конвет прямо на почтовом отделении, читаю его в транспорте и не могу дождаться, когда приеду домой. Вот в этом-то и вопросе и вся суть православного, засушенного сознания по отношению к Богу. Вроде бы все, что сказано было выше, придает особое благовение, значимость, а далее показывает, что буду читать только от и до. А Баптист, сделавшийся священником в Тобольске, отец Сергий Пестов, прочитал Библию от корки до корки уже около 40 раз. Каждый год минимум как один раз. Просто сравните с тем, что вы написали, и с тем, что я вам сказал. Любить нельзя по графику, по пунктам. Любовь она берет столько, сколько может вместить. Все эти указания календарные даются тем ленивым, очень занятым работой, чтобы они хотя бы этот минимум прочитали. Держите планку выше. Послание филиппийцам, 44 глава, 13 стих. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Псалом 18.11. Они в ижделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 118.103 стих. Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устами моими. Псалом 11.7 стих. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное.